Всем привет, я Эмбро, наша кампания продолжается за Советский Союз. Сейчас мы уже взяли фокус возвращения советского могущества, который перекинул нас на высокоиндустриализированную экономику. Да, пришлось кое-чем пожертвовать, но зато получили мы на 10% больше ресурсов, а также темп исследований. Нам сейчас как раз ресурсы нужны, потому что Вольфрама не хватает. Я вон его закупаю на 45 фабрик, и то с запасом, потому что мы строим быстро военные заводы, а Вольфрама нужно очень много, потому что он нам требуется и на танки, и на зенитки, так что, да, будем закупать, тратить фабрики, ну а что бы еще поделать, у нас то, что Вольфрам вот есть, я максимально сколько могу добываю его, больше не знаю, где его можно получить. Да, здесь, конечно, есть Краснодар, в принципе, там неплохо его, но это нужно воевать с Рейхом, вот в чем суть. А я-то в планах держал то, что мы эти территории захватим себе. Ну, либо присоединим миром, там же все-таки красные правили, но теперь придется точно отбирать их войной. Угу. А здесь? В Китае что-то совсем малый ресурс. А, на юге, да, в Гоэнси. Ладно, сейчас мы выходим в стервятники с обеих сторон. Радикалы и консерваторы потирают кулаки и вытирают ладони. После успешной революции кто на самом деле удерживает власть? Идеалисту руля может быть слабым и подвергаться манипуляциям. А это именно то, чего сейчас надеются добиться интриганы. Назад дороги нет, и события у нас выскочат. В комментариях сказали, там на самом деле влияние, видимо, работает, потому что если направить мышку вот сюда, вот мы увидим то, что минус 35% у нас поддержки войны из-за революционного духа, преобладания, влияния комсомольцев. Они дают стабильность. Здесь плюс 20% стабильности. То есть, я так понимаю, у нас влияние у комсомольцев больше. Ну, давайте этот фокус возьмем и посмотрим, дадут ли нам выйти вот сюда вот, посередке пройтись. После упрочнения власти Туркевича и господство умеренных реформаторов был сделан шаг к восстановлению партийной демократии. Съезду партии представлен выбор, и теперь у членов коммунистической партии есть возможность выразить свое доверие режиму Ивана Туркевича. Следуем приказу Туркевича, получит партизанский король. О, защита дивизии на национальной территории плюс 10%. Против Рейха будет проще обороняться. Также цель сопротивления в наших регионах, оккупированных врагом, можно отдать Рейху земли, и ему там будет плохо. И урон вражеским гарнизонам, оккупированных врагом, тоже плюс 15%. Может и правда потом посмотреть и прикинуть, что лучше будет нам отступить как-нибудь и отдать часть территории Рейху? Ну, блин, тут много не отдашь у нас до Урала, если отступать, то мы потеряем европейскую часть, которую я застраивал и застраиваю сейчас военными заводами. Поэтому отступать как-то не хочется. Ну, это так, если вдруг нас вытолкают, будет просто приятный бонус. А здесь Иван Туркен еще выйдет на пенсию. Какая пенсия? Сколько ему лет? Три, что ли? Ну, тут своеобразная пенсия у коммунистов бывает. Так, Николай Кузнецов, революционный коммунист, станет лидером партии. Ага, а это у нас вообще он к чему относится Николай Кузнецов? А, нет, я просто подумал то, что здесь у нас кандидат от той фракции, которая больше всего влияния набрала. Выборы все равно здесь будет. Но мне нравится, что у него фабрики хорошие. Но он реформист, и, видимо, эти реформы будут немного исходиться с тем, что мы здесь сделали. Так что оставляем мы туркенща, потому что нам нужно воевать, а этот правитель лучше всего подходит. Ну и выбор. Оказывается, здесь ограничений нет по влиянию. А зачем нам нужно было вот это влияние, тогда непонятно. Ну, ну, ради бонуса, вряд ли. Говорили, что если слишком большое влияние будет у фракции, то она власть заберет себе силы. Видимо, просто мы там сильно большого не достигли. Просто я здесь вижу, что нам дают выходить, куда хотим. Правление комсомолом, молодые хозяева, либо же не бывать очередному Калинину. Вот этот вариант нам и нужен. Мы к нему и стремились. Во время пребывания Михаила Калина на посту председателя президиума он был не более чем пешкой Сталина. И после своего кризисного назначения на пост генерального секретаря он также правил практически без всякой самостоятельности, находясь под контролем Маленкова и Берии. У Калины никогда не было возможности в полной мере проводить политику в соответствии со своими истинными идеалами. И как портажа Калинина Туркени все понял, и у него есть только два слова, чтобы сказать. Больше никогда. Иван Туркенич отказывается быть пешкой, комсомольцы и молодогвардейцы глупы, если думать, что нашли себе очередного Калинина. Нет. Туркенич не Калинин. Исследуя указаниям генерального секретаря Ивана Туркенича, ни одна группа больше никогда не будет осмеливаться контролировать дела за какими-либо занавесами. Механика советского влияния отключена. Потеряем... Ох, 50 политки. И выходим сюда вот. И, кстати, нам же ведь нужно завершить здесь строительство Дворца Советов. Погнали. Забрали на 150 тысяч человек на завершение этого строительства. Москва получит укрепление. Ну, надеюсь, 5 единиц укрепления. Это, наверное, все в одной провинции будут. Так, ну и тут 5% фабрику нас забрали. Давайте еще фабрики отдадим на расширение месторождения Вольфрама в Козеле. Ну, 8 Вольфрама получим. Давайте. Так, и можно, кстати, начать сейчас биохимические исследования и атомные. Ну, смотрите. На целый год здесь биохимические забирают 20% темпа исследований. А атомные 40% целый год. Через год мы уже воевать будем. Ну, в планах мне, по крайней мере, это делать. Но в совокупности это будет очень большой минус. Ядерные исследования... Ну, блин. Понятно, тут еще и строить, еще и исследовать их. Тут нужно больше года каждую ячейку. Строить потом эти реакторы. А биохимические... Это вот, в принципе, интересно. Тут темпы исследований даже повышаются. Скорость восстановления дивизии плюс 15. Организация, правда, минус 5. Ну, тоже такие. Не сказать, что прям ошибка нужное исследование. Вот разве что вот здесь вот, химические. Защитная позиция. На сопротивление, на арту бонусы. Вот это тоже хорошее. Но опять же, ловить такой дебаф на целый год... Не. Хотя, с другой стороны, у нас сейчас дофига здесь будет превышений. Смотрите. Два года. Через два года можно будет исследовать. Здесь тоже превышение 4 года. Время летит быстро, поэтому... Ладно, все же. Давайте это возьмем. Но только не атомные. Тут 40%, я уже не соглашусь ни при каких условиях. А 20% можно отдать. Тем более, мы здесь получили от высокоиндустриализированного 10%. Оно там не сильно срежется. Не думаю, что мы это заметим как-то. Вот, например, прокачать. Ремонтную роту 141 день. Давайте. Нормально. Просто я еще раз посмотрел вот эти вот химические исследования и решил, что лучше сюда выйти нам, пожалуй. Власть калининцев не может быть марионеткой, которую можно использовать. Эти самодовольные кукловоды должны быть сломлены, чтобы показать пример будущим врагам. Получаем мы здесь бонусы на стабилизию с поддержкой войны, а также лишаемся дебафов. Это же самое. Ну, у нас оно и так с запасом там. В общем, отказываться. Хотя, может быть, какие-нибудь и другие бонусы нам предложить. Так. Восстановление партийной демократии. Партийная демократия – это важный для сохранения устойчивости режима элемент. Кроме того, он также может обеспечить лояльность реформистов в наших рядах. Поэтому, наконец, настало время для возвращения демократии в коммунистическую партию. Сейчас давайте, кстати, поменяем здесь у нас начальника армии. Начальник штаба стоит, в принципе, хороший. Пускай будет. Скорость дивизии плюс 10%, кстати. И я хочу поставить еще Павла вот этого, который дает тоже скорость дивизии. Организация при движении и скорость планирования такой себе. Лучшего от этого тут также, кстати, еще и бонусы на технику. Максимальная скорость танков, но она там, скорее всего, будет упираться в скорость машинок, которые будут поддерживать танки. Но вот главное, что прорыв плюс 10%. Давайте возьмем. Оба. Так. И смотрите, еще. Политки у нас, в принципе, сейчас достаточно, поэтому можно по нам прожимать судьбы Казахстана, Киргизстана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. Погнали. Несмотря на свою малонаселенность, Казахстан обладает огромной и стратегической важной территорией. Но с распадом Советского Союза большая часть была потеряна для советского правительства. Восстановив контроль над регионом, мы сможем реинтегрировать его обратно в Союз, предоставив ему необходимую политическую автономию. А СССР это у нас автономная советская социалистическая республика, по типу там Удмуртской, Башкирской, Брятской и так далее. Но Казахстан и все вот это вот остальное, это было СССР. В них как бы и входили тоже автономные социалистические. То есть это, если мы нажмем вот сюда вот, то Казахстан будет более зависимым от нас регионом. Но написано, этот регион получит модификатор. А здесь этот регион получит более впечатляющий модификатор. Что это за модификатор это будет? Если мы даем автономию, значит там, может какие-то дебафы будут? Но если написано более впечатляющий, то блин. А ну давайте сейчас секундочку я посмотрю, что это за модификаторы будут такие. Черт. Это везде дебафы. Причем здесь дебафы еще сильнее во втором варианте. На 5% посильнее. Ну давайте, я уже не могу отказаться, жмем первый вариант и... Че по дебафам, смотрите. Появляется у нас здесь вот такой вот. С картинкой, с флагом, правителем прям. Ну дебафы. Максимум фабрик в регионе, военнообязанное, местные доступные ресурсы. Дело в том, что сейчас я застраиваю именно вот эти вот земли военными заводами. Вот. А если сейчас я на поражимаю такое, то минус 10% как раз таки и позабирает каждую доступную здесь одну ячейку. Ну здесь вот только три, тут две. По сути все, по одной висит. Поэтому пока что, вот казахскую мы создали, а все остальные, ну я тоже это прожму, потому что, ну надо нам сформировать Советский Союз. А то че мы, унитарное государство что ли какое-то. Ну это прожму попозже. Пока что сейчас для теста сделали казахстанскую. Ну потому что нам нужно будет сформировать полноценный Советский Союз. Эту территорию мы уж только присоединили, и поэтому ими нужно будет позаниматься. Мы позанимаемся уже после войны с Германией. А реформировать вот эти вот республики, кстати, автономные, оно даже кое-как интересно и прикольно. В том плане, что смотрите, нефть, топливное хранилище, военный завод. Вон мусинки нам дадут, вот муртская. А здесь сталь получим. Инфраструктуру, военный завод, воензвод фабрика. Блин, ну у нас тысяча, кстати, есть политвласти. А давайте, ладно, образуем некоторые АССР. Подожди, а там дебафов новоземлянскую. Я не знал, что такая была вообще. А ну-ка, дебаф. Военобязненно минус 30. А, ну это не страшно, конечно, минус 30, но даже не знаю. Давайте, ладно, я потом прожимаю. Главное, чтобы нам давали фабрики военные заводы. А военобязненно можете забирать, потому что у нас его и так много. Но давайте-ка сейчас проведем расследование по делу Сталина, наконец. Исчезновение генерального секретаря Иосифа Сталина остается одной из величайших загадок нашего времени. Никто толком-то не знает о его участии, и хотя официальное объяснение гласит, что Иосиф Сталин погиб в бою, некоторые положения указывают на то, что Компартия также не имеет представления о судьбе Сталина. Хотя сейчас вопрос о судьбе Сталина может быть несущественным для нашего времени, но все равно знание – сила. Расследование смерти Сталина будет хорошей практикой для наших разведчиков, которые используют свои навыки, чтобы ответить на вопрос для всего интересующего мира. Давайте, начинаем. Следователь предоставит отчет о своем заключении. Через 100 дней. Ну, про Сталина в этом моде я знаю некоторую информацию. Я не знаю, что там в комментариях проспорили или мне, но так, они это сделали максимально поверхностно, поэтому я мало что знаю. Но то, что знаю, расскажу вам уже тогда, когда здесь расследование пройдет, чтобы заранее ничего там не испортить. Мы сначала посмотрим, что нам следователи расскажут, а потом уже все это дело обсудят. Дворец Советов завершен. После жестоких войн за воссоединение советские народы почувствовали потребность в объединяющем памятнике, который выдержит испытания временем. Этот памятник был найден на заброшенном плане 1930-х годов, в плане большого здания под названием Дворец Советов. Эти планы так и не были реализованы, однако недавно старый план был возрожден. Однако на этот раз строительство началось. Продолжилось и сегодня, наконец, было объявлено меру о завершении. Новое здание Советского парламента имеет высоту 416 метров, а на вершине огромного здания установлена статуя Ленина. Монументальный масштаб затмевает даже Фолькс Халли. Неплохое достижение. По фокусам двигаемся мы уже вот сюда вот. Интернационал будет осуществлен. Советский интернационал должен быть осуществлен. Советский Союз будет служить авангардом мировой социалистической борьбы и перезапустит механизм интернационала. Получим новый дивизий и создадим альянс Коминтерн. Также, кстати, мы же здесь дивизии получили, правильно? Вот эти вот, да. Так. Ну, такой себе. Давайте, выйдите вот сюда вот. Будете прикрывать морские базы здесь. Не думаю, что Рейх будет делать высадки. Но я не знаю, куда эти дивизии впихивать. Вот эти их никак не переделать, не удалить. То есть, пускай просто у нас там они будут. И в Перми тоже появятся, туда тоже направлю. Будем проходить постепенно. Я буду просто размещать по морским базам эти дивизии. Также, кстати, делаю вот эти вот новенькие танки и каски. У нас в этой армии уже будет 12 танков и 12 касок. А, подожди. Не досчитался. Нужно треть вот эту поставить. Во. Всё. Теперь пятёрочка будет добавлена. А вот эту первую армию я так ещё и не переделывал. Постепенно начну. А, кстати, танки. Танки, танки. Добавил я сюда вот ротобеспечения. Давайте сюда вот поставим ещё МБТшку. Также САУ. Я просто ждал, пока у нас опыт армии вырастет. И ещё одна САУ. И вот наша ширина фронта 26, а нужно 27, поэтому добавляем зенитку. Во. Противопехотная 361, воздушная 214 атака. ПВО сюда вот ещё поставил. Если поставить, конечно, САУ, скорость будет 4 км в час. Но атака, конечно, бешено взлетит, но нет. САУ пуска только здесь стоит. Оно здесь не замедляет нашу дивизию. Прорыв 761. Конечно, если больше поставить МБТшек, то прорыв будет ещё больше. Но у нас атака противопехотная срежется. Хотя прорыв важнее, но давайте САУ всё-таки здесь мы оставим. Значит, сохраняем. И давайте чуть позже. Как только я уже, конечно, начну производить ИФВшки, вот разместим вот мы их сюда вот. 4 штучки вместо моторизации вырастет уже тогда вот капец как сильная противопехотная атака и прорыв тоже, плюс 88. Там, кстати, даже скорость вырастет на 0,6 км в час. Не обратил внимания сразу. Но эти ИФВшки нужно нам будет производить. Пока что я не могу себе позволить улучшение дивизии ещё дальше, потому что нам нужно создать ещё одну армию. У нас дивизий просто, ну, мало. 51 штучка, а у Рейха, у Рейха их уже под 250. Да, эти бонусы, они всегда с ним. Так что я чувствую, будет весело, когда война начнётся. Да, дивизии нам хотя бы нужны. Блин, хотя бы 150. Просто понимаете, тут же ещё и теоретный сряд есть. У них мелочь, но, может быть, спустя то время они создадут дивизии. Вот в чём суть. Ладно, давайте пока что ещё военных заводов понаставим. Вот здесь вот. Реформированный Коминтерн. В нестабильный период существования Советского Союза коммунистический интернационал под руководством советских властей бездействовал. Однако после длительного периода неопределённости советское правительство объявило об официальном возрождении коммунистического интернационала. В период своего отсутствия коммунистический интернационал утратил большую часть своего международного влияния. И это стало очевидным на церемонии возрождения организации. Советские заявления подтвердили намерение Союза медленно восстановить Коминтерн. До масштабов мирового влияния. И хочется, надеяться, превзойти его прежний уровень. Да здравствует коммунистический строй. Поехали. Так, дивизию здесь получили. Ох, ветеранская. Ничего себе. А ну по шаблону. Ох, классно какая. Ну давай иди порты прикрывай. Так, у нас появился здесь свой альянс. Судьба Сталина. После исчерпывающего расследования сотрудники нашей разведки пришли к авторитетному выводу относительно истинной судьбы Иосифа Сталина. Когда к городу подошли немецкие наступательные части, эвакуационная колонна Сталина была уничтожена люфтвапой. Охваченный страхом, что немецкие солдаты достигнут их позиций и боясь попасть в плен живыми, Иосиф Сталин и его личность секретарь покончили с жизнью самоубийством. Из-за того, что их средства связи были уничтожены по менту самоубийства, они не знали о том, что Красная Армия успешно остановила немецкое наступление. После этого их тела были кремированы, а остальные члены охраны Сталина либо вернулись на фронт, либо покончили с жизнью самоубийством. Истина освободит нас. Но, насколько я знаю, эта версия, она неправдива. Правдивую версию, я уже забыл. То ли Казань может получить, то ли Жуков. Вроде бы Казань. Там кого-то конкретного нужно привезти. Хотя могу ошибаться. Короче, точно не Советский Союз узнает правду. А кто-то из этих вот мелких фракций. Мы за них будем играть, тоже будем проводить расследования и там уже посмотрим варианты еще. Дипломатия новой эпохи. Настало время новой эпохи дипломатии. Советский Союз вернулся и будет сильнее, чем когда-либо. Сейчас получим мы здесь новое решение. А также я хочу поставить вместо Пермского завода. Да, приятно, он дает нам там людские ресурсы. Хочу поставить Советские железные дороги. Получим скорость строительства узлов снабжения, а также железных дорог. Нам нужно это все понастроить вот здесь вот. Так как наши территории, ну, как видите, позабирались не очень. Центр всего снабжения Европейской части Советского Союза, он располагался здесь вот в Москве и Москва у нас. И как бы это хорошо, да, теперь отсюда идут железные дороги. Но столица наша здесь. И, как видите, тут оно прерывается очень сильно. Тут прерывается. И немцам тоже, кстати, будет неудобно перестраивать. Я так смотрю, они тут вроде не собираются ничего. Но в любом случае нам нужно здесь, в Костроме, построить узел. Давайте построим также еще его здесь. Вот его. Давайте-ка ЖДшку проведем. Построить нужно... Ну, в Архангельске он тут есть. Построим его давайте здесь. Потому что без снабжения нас сразу выбьет отсюда. Просто возьмут и сразу выбьет. Так, еще желательно вот здесь вот построить. Давайте проведем ЖДшку. Потом я еще ее улучшу. Потому что дивизий у нас будет больше, они будут потреблять дофига снабжения. Отступать, скорее всего, будем здесь вот на севере мы. Это 100%. Но на всякий случай узел все-таки я построю здесь. И вот здесь. Пускай будет вот так. Немножко от этого будет снабжения хватать. От вот этого. Наверное, лучше еще построю вот здесь. Во. Потому что что-то мне кажется, что на севере мы будем очень даже отступать. Ну и кстати, во, здесь вот на востоке от Рязани. Такая провинция одна красненькая, некрасивая. Прыщик такая. Надо ее тоже закрыть узлом снабжения. Потому что если нас отсюда выбьют, потеряем три узла снабжения, Воронеж, Липецк, Рязань, все, мы тут задохнемся нафиг сразу. Придется отступать там до Казани нафиг. Поэтому лучше здесь вот построить. На самом деле, наверное, лучше где-то вот здесь вот. Так вот давайте. Создал сейчас я еще одну армию, вот эту вот. Также я отменил тренировку. Потому что у нас не то, что теряется сильное снаряжение, хотя вот антитанков, например, не хватает. Но сложно выходить в профицит, если мы тут его постоянно тратим на тренировках. Так что сейчас просто стоим давайте и будем делать также зенитки, еще САУ и танки, МБТшки. Сколько? 2600. О, понаделали. А то там было меньше тысячи. Нормально. Короче, сидим, производим. Нужно еще больше нам военных заводов. Но хочу построить я еще авиабазы. А также НПЗшки. Потому что так вот я сейчас потренировался, посмотрел. А у нас топлива не хватает нифига. Это вот проблема большая. Ну, на самом деле, я просто не исследовал ничего на топливо. Поэтому просто сейчас здесь вот возьмем вот это. И нормально будет. А нефть Баку, вот Баку получить, ну, конечно, было бы хорошо. Возьмем Баку и проблем с нефтью не будет. Ну, можно, например, здесь вот так вот построить инфраструктуру и все хорошо будет. Хотя я ведь планирую еще одну армию делать. А также здесь переделывать пехоту в танки. Поэтому вот топливом можем немножко встрять. Ну, буду закупать, значит. Как бы разберемся. Не зря начал изучать поезда вот эти вот, которые стоят не 70, а 50 единиц стоимости производства. Потому что поезда начали у нас заканчиваться. Проблема. Давайте начнем их производить. Я еще начал делать пехотные дивизии. Все же, у меня было в планах делать армию такую, что 12 пехотных, 12 танковых. Но я так понимаю, что мы будем очень долго сидеть и клепать такие армии. А за это время Рейх, ну, наклепает еще пару сотен дивизий. Так что нам нужно ускоряться. А мне еще как бы авиацией заниматься, пожалуй, не буду нифига. Потому что, ну, куда там этой авиацией заниматься? Сколько мы еще будем сидеть? Так что нападем без авиации и проверим, перестарался ли я с бонусами для усиления Рейха или нет. Пехотно хотя бы наклепаем, потому что у нас, смотрите, по штучке стоят дивизии. У них, конечно, тоже, но у них есть и по два. А еще они подведут сюда свои войска. Они же ведь не готовятся сейчас с нами воевать. Они же не знают, что мы будем нападать. Поэтому тут не так уж и много дивизий. А нападем на Рейх мы вот таким вот образом. Объявим войну Германии. Нацистская угроза испытает на себе гнев нашей могущественной нации. Месть пришла. Но это чуть-чуть попозже. Давайте сначала пригласим в наш альянс Монголию. Как нашему бывшему союзнику было бы полезно пригласить Монголию в нашу фракцию? Давайте, надеюсь, согласится. А также я хочу понапрожимать. Вообще-то нужно было почаще делать. Путевку. Вон можно выдавать же комсомольскую. Получать скорость строительства плюс 25. Это нам пригодится. С учетом того, что это решение, оно как бы постоянно появляется заново. Афганистан находится на пороге революции. Мы должны начать подготовку к тому, чтобы это произошло. Давайте. 90 политки стоит. Так, и коммунистическая сфера обмена технологиями. Мы сможем сотрудничать с другими социалистическими странами. Поехали. Можем, кстати, даже напасть на Румынию. Правда, мы до нее не доберемся. А так было бы неплохо, конечно, как плацдарм. Если бы у нас был бы Краснодар, я бы высадку, хоп, сюда. И все. Плацдарм, который можно благополучно потом отдать, в случае чего немцам. А так-то промышленность у нее хорошая, на самом деле. Она бы нам помогла сильно. А у Рейха сейчас промка, ну, кстати, до нашей не дотягивает. Поэтому я так планирую, что их войска мы будем пробивать. Но они будут душить своим количеством, но они и по качеству будут хуже, чем наши. Намного. У нас, мне кажется, самые лучшие войска в мире. Монгольское правительство приняло наше приглашение присоединиться к Альянсу. Великая дипломатическая победа. Татюшка ж великая. Как Монголия в одно время. Афганская монархия в течение некоторого времени была относительно нестабильной, поскольку ее правление угрожали как конкурирующие претенденты на трон, так и антимонархические политические группировки. Теперь эти угрозы ворвались на сцену драматическим образом, поскольку оппозиционные силы, возглавляемые афганскими коммунистами, поставили против королевства. Учитывая вооружение и ранние успехи повстанцев, представляется весьма вероятным, что недавно восстановленный Советский Союз, по крайней мере, помогает их усилиям из-за границы. Если не помогает организовать гражданскую войну. В том, что является их первым крупным внешнеполитическим шагом за пределами советских границ. Революция распространяется. Ага, значит, вот. Марксизм, религинизм, поддержка, конечно, там 5%, но нечего, мы научим людей его поддерживать. По дивизиям 3-6, у этого то же самое. Так, значит, нам бы как-то тебя поддержать, добровольцу. Сколько? Одну дивизию можно отправить. Ну давайте, знаете что, засандалим туда одну танковую дивизию. Да, в Афганистане такую дивизию держать, ну, не очень будет комфортно, но потренируем ее. Давайте. Так, и надо тебе, там по решению можно будет, вот. Отправим военную технику. Но, по сути, не военную технику, а просто 2500 винтовок пехотных. Это не военная техника, это снаряжение просто. Военная техника это вон, та дивизия, которую мы отправили. А Герат, кстати, они взяли. У них теперь две столицы, вау. Афганистан, ну, что бывает. Так, ну дожидаемся, пока туда наша дивизия подойдет, а это будет 10 марта, и разнесем Королевство Афганистана. Так, а вот и наша дивизия, ну-ка, командующий подожди. Давай-ка, ну, давай ты. Все, и поехали сейчас вот сюда вот. Ох, как же мы хоро... Ой-ой-ой, как хорошо. Дивизия, конечно, здесь плохо находиться, но как же она хорошо пробивает наших противников. Давайте сюда вот. Закрыли. Супер. Минус одна дивизия. Давайте сюда. Сюда вот, ну. Дивизии Рейха тоже будут слабые, но их слабость будет нивелироваться теми бонусами, лютыми, которые я перекинул им на атаку и на защиту. Вот, поэтому там не нужно будет сильно расслабляться, мне кажется, в любом случае. А с Афганистаном? Да. Значит, давайте сюда вот сейчас пройдемся. Кстати, у нас скоро будет... Вот так, проспалерю. Одно из самых неожиданных прохождений за Афганистан на нашем канале. Скоро узнаете все. А пока что закрываем вот эту дивизию, давайте. Все, готово. Наша-то танковая дивизия скоро вернется, и ты союзник наш или что? Нет, альянс. Давай-ка, может быть, к нам как-нибудь, можем тебя пригласить. А что, нету кнопочки? Мы победили здесь. Демократическая республика Афганистан, да, давайте позовем. Но пригласить не можем, потому что у них поддержка революционного коммунизма низкая. Да, и она не имеет права вступать в альянс. И зачем было помогать, если даже мы никак не можем позвать ее к себе? Ну что ж, смотрите, сейчас у нас получается то, что я всю страну застроил нафиг. Практически уже полностью, немножко осталось. И все, ячейки уже не хватает, строю только инфраструктуру. По исследованиям здесь у нас не скоро. Да, ячейки получим не скоро. 620 дней исследоваться, это будет превышение 2,5 года, так что позже возьмем. Нам нужно уже будет расширять наше жизненное пространство. И мы что сейчас делаем? Я немножечко дефицит здесь исправляю кое-где. Мы сейчас подкопим техники. Я начал делать ИФВшки, будем постепенно их добавлять в наши танковые дивизии. Но опять же, чтобы полностью переделать эти дивизии на ИФВ, вместо моторизации, то там нужно еще пару лет, мне кажется. А тянуть больше нельзя, иначе мы обкекаемся. Поэтому сейчас, что я делаю за кадром? Немного шлифую нашу армию. Также начну уже организовать Спартакеаду. В следующей серии мы ее проведем и нападем на Рейх. Посмотрим, как это будет выглядеть война. Ну что ж, с вами был Эмбро, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Оставьте колокольчик, чтобы уж не бросать новое видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить классные бонусы. А также играйте в мультиплеерные партии, или просто общайтесь на наших серверах в дискорде, ссылка в описании. Ну что ж, с вами был Эмбро, спасибо большое за просмотр. До встречи.